Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Псалтырь, Псалом 135, 4 стих. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость его. 26 стихов, и все оканчивают одинаково, во вовек милость ему. 4 стих захватывает чудеса. А у вас чудеса какие-то бывают здесь? Я говорю, каждый день бывают чудеса. Чудотворцы собрались. Вот лежит под нами трава, зеленая. Вот сейчас все самые лучшие исследователи, изобретающие разные машины, и на ней дробят ее, заправят, зеленая все остается. А корова черная ходит по этому зеленому лову и приносит белое молоко, а из него желтое масло. Как это? Швеция более всего преуспела в этом. Работают целые коллективы. Зеленого цвета никак белые не могут. То, что получилось, выжили из травы, стали давать животным домашним. Все погибли. Немного добавили обратно. Все остались живы. То есть мы по чуду Божьему ногами ходим. Вот гляньте, и нам ничего нельзя сказать даже. А это они, вот люди, которые исследовали, были очень умные. А какое самое большое чудо? Если человек верный, чем то, что как кто я был и кем я стал? Как меня избрал Господь? Сколько у меня братьев, сестер, знакомых, которые лучше меня, им не открыто. Один забился, другой упал где-то сверху, разбился, ходил где-то не надо в горах. Что это чудо Божие? Из-за чудеса его мы прославлять будем, если мы поймем это. Вот маленькое такое дело. Мы живем на этой земле. Как земля выглядит? Вспомните Джордана Бруна, Галилео, Галилей, как они пострадали. Солнце идет вокруг земли. Вдруг оказалось, земля идет вокруг. Это не сегодня придумано? Ну как? Вот мы смотрим, плоская земля. Отвес берем его, тянет к низу. Порошинка какая-то летит, пушинка падает на землю. Мало того, в воду океаны. А на глобус посмотреть с обратной стороны такой же океан и так же люди. По нашему перс ногами ходят. И ни одна капля не отрывается, никуда только сверху падает. А если распаляется, то это чудо, чудеса. Ну а чем же восхищался Давид? Давид это царь Израиля, пророк и псалмопевец. Пророчества его о Христе исполнились. Как царь, царство исчезло. И спустя тысячелетия в 1948 году восстанавливается. В 1948 году. А как псалтырь считается всеми. Сколько разных всех, сколько разных вероучений они признают. Мусульмане его признают. Давид. Они не знают, что написано. А это минимум 150 молитв. Меня все время интересовало. Вот когда он делает предисловие. Где он был? В пустыне. В пещере. Спрятался. Ночью. Не знаю. Но какие слова он. Сколько поэзии здесь. Земля содрогалась. Горы и холмы прыгали. Но никто не прыгал. Иордан повернулся спять. Да не было этого. Это образное выражение. Что Израиль избранный Богом. Вот так выстроить по одному человеку. Какая твоя нация? Ну и каждому можно сказать какой. Татарин. Татарин. 2896 разных языков на земле. Сегодня много больше. Находят где-то в пустынях. Находят на Амазонке. Там всего 200 человек нация. А вот такие нации, которые известны. Повторяю. 2896. А чем хуже, лучше? Это Бог только знает. И Он говорит. Я избираю его. Авраама. А у них называют Ибрагим. Это мусульман. Ибрагим. То же самое слово. И они про него мало что знают. Потому что Евангелия нет в руках. 12.3 считаем бытие. Бог избрал его. И сразу оградил. Ты хочешь, чтобы у тебя все было в жизни мирно? Благословляй это племя. А как благословлять? Мы молимся каждый день об Израиле. Господи. Они распяли тебя. Они не узнали тебя. Они пошли за чужим Богом. За Баалом. За мамоны. И говоря об этом. Мы показываем наивысшую любовь Божию. Мы поняли. Потому что великое преимущество быть израильтянином. Иудеем. Потому что им верено Слово Божие. Вот здесь вот от корки до корки Библия. Их рукой написано. Нашлись люди, которые знают это. И перевели его. О чем он говорит? Вот сейчас несколько мест писаний. Меня удивляет все время. Солнце. Дождь. Что окружает нас. Вот сердце человека не останавливается. Пять минут. Все в мозге отмирают. Пять минут, если отдохнет оно. А бывает человек живет и сто лет. На первой имуде жили до девятьсот шестьдесят девять лет. Макусаил прожил. И нельзя остановиться. Тромб оторвался где-то. Сгустилась кровь. Закупорило сердце. Пал. Готово. Ну, твое сердце стучит к тебе. О чем оно говорит? Оно как бы стуком предупреждает. Какой счастье отойдешь с земли не знаешь. Будь милостью, Господь говорит. Пощади сам себя в первую очередь. Люби ближнего как самого себя. А если себя не любишь, как ты можешь его любить? То есть, Господь, а покажи, как любить себя. С утра до вечера думай об этом. В первую очередь, ничего излишнего не трать на себя. Если есть возможность, усмотри тех, которые больше нуждаются, чем ты. Не так, что детей нет, я свободен. Нет, а ты найди. Вот сколько мучается одна. Здесь находятся люди, которые стараются руки протянуть. И не от беды, а от желания быть среди верующих. И вот, когда мы рассмотрим, что человеческое тело – это самое высочайшее творение Божие. Вершина творения. Человек учится десять лет, сейчас одиннадцать. В институте четыре – пять лет. А медицинский – шесть лет. Что? Окулист. Ухо, горло, нос, дождь. Они из головы не могут вылезти-то. А ты можешь? Нет, я только глаз. А терапевт там. Ну и перечисли все, какие органы. А вот в такой-то стране, в Израиле, там так лечат от этого. Лечат. И туда поехали лечиться известные нам люди. Очень известные. Где-то что-то заразились. Поехали, там и умерли. Я буду перечислять это целое прияда. Не кто-то, а жена первого секретаря СК КПСС. Поехала туда, и она уже никогда не вернулась. А где здоровье у Бога? Воззови ко мне, и я услышу тебя. Бог обещает не оставить нас. Потому велика милость сегодня – это припев. Златоуз говорит, и слава Богу за все. Ну за что? За все. Чего-то я не понимаю. Где-то хотелось бы по-другому. Но Бог тебя сотворил, Он знает, что тебе дать. Сколько всего дать. Вот говорят, страшное дело – война идет. Святые говорят, страшная не война, а плен. Вот сейчас которые люди призваны из семейства, отправлены туда. Ладно, наших которых мы знаем, молимся за них. Они заранее на альтернативу подписались, а что мы верующие, мы не можем оружие брать. Достаточно прочитать откровения 13.10. Мы каждый день молимся о них. Никита, Андрей, Максим, Ян, кто есть. Откроем Господи. Чтобы они повторяли 13.10 написано. Кто идет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает своим мечом, тому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Один стих. Выбирай. То я осторожен был уже на том свете. Мы сейчас посмотрим, чем удивлялся Давид. 93 раза в Библии встречается это слово. Исход 3.20. Исход это вышел народ из плена Вавиловского, этого египетского. 3.20. И прострою руку мою, и поражу египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того он отпустит вас. Чудесами. Там град упал, там скотина вся погибла, обыкновенные лягушки и жабы столько вдруг появилось, что царя на постели прыгают. И мы должны сказать, вот это казни, которые грядут на вселенную, это не просто казни, а чудеса Божьи. Они повторяются только в другом виде. Тогда нужно было ударить гром и молнию, а сейчас атомная взорвется где-то. Города нету. Люди этим хвалятся, как мы изобрели. Что мы изобрели, в конце концов, оборотиться против нас, взявши вещь от веща погибли. Считаем дальше. 4.21. Здесь же. То есть чудеса помни, как Бог наказывал. Как наказывала? Революция. Не хотели царя? Поверили, что в фабрике рабочих, земли, цельское хозяйство, крестьянам, сколько погибло? Маленький поселок Потерябка. Тут всего-то ничего людей было. Она никогда большой Потерябка не была. Но пошли 7 семей полностью, самые лучшие, которые жили. Вот приезжала она баба Дуся. Она Рыжкова, но потеряла она. Основатели которой были. Как они жили? Совсем не по-нашему. И кузни, машин не было. Все абсолютно делали сами. Где Рыжковский пролит, он так остался. Рядом Симаковский. Люди не в чем не виновны. Ночью пришли и вставали. Зима выкинули. Выкинули. У нее ребенок грудной. Утром на руках у нее замерзает. И сопровождали эти колонны, которые шли туда. Я у них брал интервью, которые там были. Которые бежали оттуда 700 километров тайгой. И главное не выйти нигде на дорогу. Одна и маленькие вот такие дети с ними. Может, знаете, у нас Валя Конева была. Ее мать Мария Блампина. Я их записал на облётку, а теперь они в книгу вашей. Сказать страшно. В чем они виновны? Ни в чем. Они виновны, что родились в этой стране. Нигде более жестоко со своим народом не обращался ни один враг. А у нас это свободно, так. Лучшие идеи. Кончилось чем? Ничем. Без единого выстрела. Такая страна была развалена, исчезла. Государство во Верхний Рушимый Республик Свободных. Рушимое. И ты только посмотри на это. Царь плохой был. А вот этот хороший теперь промывает мозги. И люди возопили. В Древней Греции был один. Там Маврикий был. Хороший царь. Ну, офицер один, видимо, полковник Фоков поднял мятеж и захватил власть. И сразу убивает его. Женой, дочерей. Точно так же, как Ульянов сделал. Это повторение. И такое устроил. Завопили все буквально. И один праведник молился от пустыни. Господи, за что ты дал? И, наконец, Бог заговорил. Я долго искал хуже, но не нашел. За ваши дела. Да куда хуже-то? Из дома выйти нельзя. По подозрению арестовываю. Тут у нас здесь был человек один. Отец его сидел за столом. Проходит мимо два милиционера. Окно открыто было. Ну что, вышел на улицу? Вышел. Последние деньги нету. Сказать даже невозможно. Это не сколько-то. А 60 с лишним миллионов внутри страны брак сожрал. А что мы можем делать? И извлечь из этого это чудо Божие. Самые сильные, которые были за власть, по порядку все были перерублены. Все. И Бухарин, и каких-то там не было. Все. И Троцкие не удержались. Мы историю должны знать, потому что он про это говорит. Еще читаем. 34, 10. Исход. Научиться удивляться чудесам Божьим. Так. 34, 10. Не почитали. Вот этот не почитали еще. У меня 34, 10 написано. Ну, второзаконие, 7, 9. А 4, 21. И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые мы живем. Которую я поручил тебе. Сделай перед лицом фараона. А я ожесточу сердце его. И он не отпустит народа. Понимаете? Вот мы молимся. Я куда-то иду, вижу, что восстал. Щас говорит, Господи, смири его. А здесь наоборот. Ты иди. Он может быть лежит со своей фараоникой, там разговаривает. Сколько можно лежать? Отпущу их. Пусть идут, куда хотят. Но когда только дверь открывают, Бог говорит, а я ожесточу его сердце. Ну, невероятно. Если ты, Господи, ожесточил, он мог противостать? Не мог. Это нельзя изменить никак. А почему? Его жизнь мела к этому. У нас сегодня такая же история идет. Молимся мы о правителях. Я говорил, какого правителя Бог дал сейчас. Мы должны помнить его. Впервые за всю историю нашей страны. Министром обороны избран Белоусов Андрей Ремович. Как он начал сейчас трясти. Генералов подряд за решетку сажают. Какие взятки были. Тысячи, миллионы, миллиарды. Все от народа оторвали. Повысить то, другую обманывали. Сколько лет сейчас все это печатают где-то. Ему грозит большая опасность. Они военные, они могут покушение сделать. За помощью. Звать его Андрей. Я везде призываю. Молите за старей начальствующих. Большие перемены предвидится в нашей стране. Весь Верховный Совет почти восстал у него. Народная Дума. Но президент сказал слово и отшатнулись. И которые были против, начинают сядь за детей. Где дети учатся? Сколько они получали? Какое вы имели право получать? Отвечайте, что у нас получали? Ну поговорим. А о которой надеюсь, министр, 3 миллиона в месяц. Ну нормально это? Так вот. Мы должны это помнить. Что Господь наказывает за это. Казни надо помнить. Какие в Египте были казни. Считай внимательно. И скнипы. А кто скнипы? Комары. С комнаты не выйдешь. А что там в остановках делается сегодня везде? А для чего они нужны? Ну для чего? Личинки, питается рыба и прочее. Но мы должны сказать, Господи, для нашего вразумления. Дожди, дожди каждый день. А вы можете? Мы помним в школе учительница нас учила. И мороз, и знойный ветер, если надо укротить. Ну так и не укротили его. Дальше. Тридцать четыре десять. И сказал Господь. Вот я заключаю завет. Перед всем народом Твоим соделаю чудеса. Каких не было по всей земле. Ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого Ты находишься. Дело Господа. Ибо страшно будет то, что я сделаю для Тебя. Чтобы люди поверили, что с ними Господь и Бог. Ну, бывают там колдуны, там ванга или что-то говорят. Господь и Витя другое. Ну восстали люди. А почему вы над нами командуете? А чем бы хуже? Мы тоже, как священники, можем жертву приносить. Моисей говорит, завтра Господь покажет. И когда собрались, до пана Вероны Кореи, 250 человек в другом месте еще было. Что отойдите от них. Если они умруют обыкновенной смертью, значит ничего и нет. А если не обыкновенной? И вдруг растелась земля, жены, дети, шатры, скотина. Все провалилось и закрылось, как будто их никогда не было. Сразу ужас напал. В Израиле это нельзя было, как попало. Моисей там получает от Бога письмо. Скрижали. А что за крики такие? А они там на Верона попросили сделать Бога. Вала. Собрали золотые вещи, вылили. И он их задерживает, чтобы не ушли, пока он явится. Он сорок дней там, Бог ему написал. Впервые Божьей рукой на камне. А Моисей, когда увидел, что они валаши, он ударил и в дребезги разбил. Ну по сегодняшнему, что сказать, и сорвал Библию и бросил. А вот дальше началось. Кто? Божий. То есть левицкое колено. Мечи в руки. Кто хотел переходить? Пройдите по шатрам и всех убейте. Какая кровополитная река полилась. Как я понимаю, не все такие. Кто-то спрятался куда-то. Вытащили всех. Тысяча, вторая, третья. В Израиле законы не наши. И когда кончилось, кончилось. Все, собираемся, идем дальше. Да куда? В пустыне. А какие чудеса Бог творил? Сегодня, когда начинают говорить в пустыне, не два дня. Сорок лет. И надо поить было. Кормить. Это не просто так, а тысяча пятьсот тонн продуктов надо на ежедневную. Да как? Где? Чудо. Эти чудеса напомни. Все в силе Божией. Будет голод или что-то, а ты как прокормил в пустыне, Господь, пощади наследие твое. Уповай на Бога. Он знает. Второй законе 7.19. Нужно узнать чудеса Божие. Те великие. Я смотрю в траве, я говорю, как солнце рядом, ближе не бывает. Луна рядом. Она же по натяжении какое-то. Она со мной бы ближе была, нет? Сверяет по ней. Какой месяц? Что? Начало. Как пасху. Мы сегодня тоже пасху эту погоду не справляем. Так 7.19. Те великие испытания, которые видели в глаза твои, знамения, чудеса, и руку крепкую, и мышцы высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой, тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. Ну и я еще говорил так. Какие мы были? Посмотрим вот эти пруды, названия, людей этих нету. Мы остались. Доверяемся тебе, Господи. А голосовать надо идти? Твое право. Тебя дается. Но только будет так, как Бог сказал. Я ходил голосовать только один раз, когда меняли Конституцию. Надо или не надо менять? Я сказал, не надо. Достаточно этого. А теперь видно из-за чего? Чтобы еще один срок избрали. Того-то, того-то, как-то. Мы этого не касаемся. Мы говорим. Пример нам оставили святые отцы. Они помнили о чудесах, о гибели людей своих. А у нас как будто ничего и не было. Ведь войну-то получилось. За каждого немца заплатили пять с половиной человек русских. Да какая же эта война? Праздник победы даже Сталин не исправлял. Говорили, сколько погибло? Десять миллионов. Наконец остановились двадцать восемь мужчин в основном. Вот и все. А почему? Пронадеялись. Кто-то опередил. Хотели напасть туда, говорит, через две недели, а ничего не вышло. Господь доказал всех, кто раскулачивал, кто что делал. Теперь они первые пошли на фронт и сразу четыре с половиной миллиона в плен. А то мир такого не знал. Миллионы. А их не кормили, ничего, проходит которое время, половины уже нету. А куда ты денешься? Ну кто-то один там где-то сбежал и прочее. К тому, чтобы мы помнили. Мы думаем, вот ребенок растет, у него будет вот так, вкладываем туда. Мы не знаем. В каждой молитве да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. Мне вот просят с разных стран люди помолиться. А что нужно? Да вот опираться тяжелая на сердце. Я не буду говорить Богу. Я скажу, да будет воля Твоя. Вот это в этом все. Доверься Богу. Я многое хотел бы, но себя укорачивай. Это нельзя, Господи. Я не вижу концовки, с чем это все закончится. Одно и то же дело, десятки вариантов мы перебираем. А будет, может, единственный случай во всей мировой истории. Вы помните, как Господь вывел народ. Вот это вот главное. И еще. Судьи 6.13. Дидеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говорят? Из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь. И предал нас в руки мадианитянам. Китай рядом шевелится. Вот смотрите, сколько народу убыло. И каждый год щите на миллион убывает людей. Только за время перестройки в Российской Федерации 120 миллионов абортов. Они уже с этого времени были. Уже все взрослые были. Государство не запрещает ничего делать. А где-то запрещают подсмертные казни. Разве эти люди сегодня помешали? А эти, может быть, были Ньютона, Ломоносова, другие люди, которые облегчили бы нашу жизнь. Настоящие были бы не за деньги, были священники. Апостола, мы этого не знаем, почему. И вот он колотит, зерно-то надо выколотить, и яму, где вино выдавливают, сок виноградный-то. И подошел, приветствует его ангел, что здравствуйте, хорошим, все как надо. Он говорит, если все так хорошо, почему тогда мы мадианитянам проигрываем? И он тогда ему расскажет почему. И с этого момента начнется восхождение Израиля. Надо довериться, и Господь это устроит. В какое время? Я вот всех призываю по ночам. Ну, сами для себя-то, я просто призываю к этому. Погода хорошая. Ну, выйди минуты на три, посмотри на небо, перекрестись, благослови живущих здесь, родственников вспомини. Да Бог знает что. А что она молитва лучше будет? День и ночь написано. Ну, ночь мы не можем, но Выйди шаг один, шаги за порог-то. И помолись, поблагодари Бога. Далее. Первая параллель Паминон, 16-24. Возвещайте язычникам славу Его. Всем народам чудеса Его. Надо говорить, какие Бог делает чудеса. Всем народам возвещать надо. Да они скажут, это басни. Это их реакция. Но ты сначала скажи им. Силен Бог изменить все. И погода... Ну, похоже, что урожая не будет. Мы все еще картошку создаем, вчера садили. И... Что будет дальше? Как Богу угодно. А может согреть? Как тебе, Боже, угодно. Вот если мы научимся Богу все доверять, события резко меняются сразу. Господь выйдет. Дети Его живут этим. Псалом 39, 6. Как об этом чудесах, как говорит Давид сам. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Вот это надо помнить. Какие чудеса? Конца края нету. Вот не перечислить нигде. Сколько чудес мы видим здесь конкретно. Не в другом даже месте. Жили люди и был... Вымел. Это не одна деревня. А если две-три, это уже заметно. А погублено 81 тысяча сел. А селы это государство, образующая основа. Это и хлеб, и молоко. Жить-то надо где-то. И, однако, люди по сей день не могут понять, как-то отражают им. Ничего не было. Сейчас такой комбайнный день бежит. Я за ними не успел бежать. Сколько... Дальше. Солом 77-32. Мы несколько мест посмотрим, с чем являлся Дамит. Им числа нету. Мы многое не видим даже. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его. Вот беда-то где. Чудеса были. А это не чудеса, это естественно. Приводные условия. Нет. Это чудеса. Это свет всего то, что было. Я как-то один раз говорил, я залез, у меня голубяки. Ну, я люблю. Гляжу, голубь валяется. Другой там... Я сунулся кормушка где, а там она пролита чем-то. Я потом принес на занятие сюда. Отравили. Я что могу сделать? Залезьте туда. Это ясно ночью. Ну и налил и отравил. Я ничего только... Я не могу даже говорить. Мне до того их жалко. Проходит какое время, я все время молюсь о Господе. Ты не накажи этого человека. Благослови его, где он есть. И за тысячи километров он внезапно приходится сучиться в мою дверь. Это одно из чудес в моей жизни было. Я вам спрашиваю, а зачем ты это сделал? А я знал, что вы любите голубей и делать вам больно. Больше ничего не мог сказать. Я говорю, пусть Господь сокроет все это. Он сел, видимо, и уехал. Места нет. Почему молитва? Научитесь доверяться Богу. Не так, что я молюсь. Бог знает, какой ответ дать. Может, уже дал, а мы не осознали этого. Псалом 118, 18. Самый большой. Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего. Вот увидеть надо Богу просить. Открой, Господи, что я это увидел. Увидел в своей жизни, в истории своей страны. Что делается сегодня в мире. Вот это вы избрали которого. Я не знаю, люди понимают или нет. Белоусов, запомните. Идея в организации. Это был в министерстве юстиции. Документы нужны были. Я всех убеждал. Давайте вместе помолимся, чтобы Бог его сохранил. На днях сказали, он попал в госпиталь. Но если я молюсь все время, я просто усилен молитвой. Оказывается, был, награждая врачей, которые сделали столько операций, все успешные, когда поступают израненные и прочее. Вот как, то есть, ну, кто-то подхватил и более дальше не досказал. Матфея, 7-22. Какие чудеса нас касается, новым зрителям. Я никогда не звал молиться за кого, за неверующих. А тут я вижу, вот его сделаю фотографию, и рядом другую. Говорит, на кого похож? Ну, рядом фотография генерализмуса Суворова. И какой его вид такой? Он не военный совершенно человек. И такие глубины копнул. Там генерал подряд все ведет. Которые тогда разворовали там Сердюков. Всех нашли. Он говорит, надо подвести под такую статью, чтобы горело все. Как вы народу столько лет обещаете пенсии и прочее? И довели кого состоять? Самая богатая в мире страна и самые бедные люди. Это все он открыто говорит. Андрей. И главная фамилия Ремович. Это отчество. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали? Не твоим ли именем бесов сгоняли? И не твоим ли именем многие чудеса творили? Люди будут творить чудеса, даже не принадлежащие к христианам. А мы призывали во имя такое. Вот приходят мусульмане крестить. А один из них и говорит. Спросили, а зачем вы думаете крестить? А вы же дети наши. Растут непослушные и болеют. А когда покрещены, они не болеют. Они детей любят. А как? Ну а сами? А мы сами сказали, что мы верующие. И голову помочили. Но разобрались теперь как? Считать неверующими. А то сегодня все открывают где-то. Потому что дети, которые у христиан, какие бы они не были, тут бегают и слушаются. Дети, которые с детства учат, их в плен взяли. Продержали не знаю сколько, там полгода. У него игры другой нет. Вот к матери их подходит, палкой стращить надо ударить и отдали обратно детей. Ничего не могут сделать. Воспитание до четырех лет главное. Как Лев Толстой в 82 года жил. Половина, что есть во мне, до четырех лет и получил. Тут надо все силы бросить. А он ничего не понимает. Закладывается. Вот утром приносят нам на молитву сестра. И ребенок один лестовку у меня отберет там. А другой молится. Во сне, видимо, Господь касается. Если она беременная мать и поет церковные песни, божественные, это все откладывается. Это сегодня уже научно доказано. А не так, что драки дадут. Золотовец говорит, как будто бы зверь влаговище терзает добычу. Так обращаются. Дальше. Дальше. Матфея 24, 24. 13, 58 сейчас мы будем прочитать. Еще немного. Матфея. И совершил там, и не совершил там многих чудес по неверию их. Все дело в неверии. Господи, ну ты же творишь чудеса. Не верят, а зачем делать? Тебе больше будут отвечать. А раз не показал, будешь спрашивать за то, что ты-то знали и видели. И говорят, а у них там чудеса. А какие чудеса тебе хотелось бы? Родственники, чтобы все обратились к Богу. Чтобы все познали Бога. Жили в радости. Потому что вот это, что здесь, это все одно мгновение. Моргнул, это мгновение называется, и уже на той стороне. Дальше. 24, 24. Матфея. Ибо восстанут лже-христы и лже-пророки. И дадут великие знамения и чудеса. Чтобы пролистить, если возможно, избранных. Вы должны помнить, какие будут чудеса. Огонь с неба будут изводить. Дьявол будет в глазах людей подниматься. Это все призрачно. Как он в море сойдет. Утопленника достанет. Который там три дня где-то был. На самом деле, ничего этого нет. Иоанн 6, 26. Иисус сказал им в ответ. Истинно, истинно говорю вам. Вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. За Христом пришли на другой берег. Он накормил их и все. А чудеса-то? Он прямо сказался. Вы должны были уверовать. Зато он говорит, я не нуждаюсь в чудесах. Я верю так. Чудеса – это слабость наша. Но чудеса Божьи мы должны видеть. Открытым окном смотреть. Мы до сих пор не можем понять, что такое вода. При морозе все сжимается. А здесь лед расширяется, лопается. А если бы сжималась? Сжималась, то тяжелее. Пошел на дно. Все. Вся жирность погибла бы. По сегодняшний день люди рассматривают. Там уже тысячи раз каждая клеточка увеличивается. И не могут сказать. Почему? Господь – Бог. И не надо ничего толковать здесь. Господь знает. Он хозяин всему. Деяние апостолов. 2, 19, 20. И покажу чудеса на небе вверху. И знамения на земле внизу. Кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь. Прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. Это, конечно, необычность такая. Это не затмение солнца. Вот о чем говорится здесь. А может и здесь аллегорический смысл. Солнце, Христос, свет. Во тьме люди погибают, ничего не знают. Надо научиться мыслить категориями Священного Писания. Услышал? Еще раз прочитай. Мало свету. Римлянам 15, 19. Силой знамений чудес, силой Духа Божия, та, что благоествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Это Павел говорит. Совершал чудеса. Как Петр пришел, а Томифа мертвая, которые, я знаю, стали показывать рубашки, которые начали. И он всех вывел, стал молиться. Томифа, тебе говорю, встань. Это вот Спиридона была. Девочка пришла, умерла Ирка-то, умерла. Да она у меня взяла там что-то такое, головной какой-то убор. Он подошел и сказал, Юра, пришла соседская девчонка у тебя куда-то. Она говорит, я там положила, вон там, там закрыто. А то я опять нила и померла. Мы сетаем сегодня как. Это Печерский гроб копает один, он просавился эти. Ну, гробы под землей, Киевские пещеры там где-то. Ну и хоронить надо. А он не успел, это надо набрать ведро, вытащить наружу, то другое. Он подошел к нему и говорит, ты не умирай. Я могилу еще не сделал тебе. И тот перестал умирать. Когда все закончил, подошел там, подошел Степан. Можешь умирать? Он глаза закрыл, как будто не было. Это не думаешь, что сказки какие-то. Это жизнь святых. Я вам рассказывал, у меня здесь было уже здесь. Сколько? У меня уже две недели будет. Ночью я почувствовал, у меня сердце останавливается. Медленно ударит. Я стал считать, сколько. Второе. Дыхание стало замедляться. Я увидел, что не готов. Я мысленно только сказал, Господи, если угодно, там, по моим счетам, может, что-то еще там есть, крупинки собрать-то. И два раза раньше отдыхнул. И вижу, лежать не надо. Скорее встал в лес, чтобы пойти на улицу, помолиться. Я за ограду выхожу. И здесь. Господь коснулся, чтобы помнить. Все это временное, как будто никогда его не было. И далее. И далее. Фест 2 с цернокистом 2.9. Того, которого пришествие под действием сатаны, будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными. Поэтому смотрите, что это чудеса. Это антиксис, когда придет, и что он будет, какие чудеса вытворять. Показывает, возносится. Не пристись. Откровением 13.14. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле. Говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Это последние три с половиной года, которые будут на земле. Вот чудеса. У меня чудес таких стойков. Вчера чудес. Близкий нам человек ко мне и говорит. Я с ним беседую. У него такая биография. Сколько раз судимый был. Тигром его звали. А теперь Виктор звать. Ну, ни с места не сдвигается. Я решил вас познакомить. Ну, он правда вышел. Видно, что сколько раз убегал, сколько его стреляли. Раненый был. Побег делал. Я ему один вопрос задал. Скажите, когда вас судили. Присутствовали люди, свидетели. Да, конечно. А одного человека не хватало. А как узнать? Он опять другой. Я опять говорю. Когда судили в другом деле, ты преступник. Почему одного человека не хватало? И когда третий раз я ему сказал, третий преступления опять не хватало. Он задумался. А какого? Убитого. Главное, то он пострадал-то. Вот если бы его воскросил Господь, то он что бы сказал? Льготы стал бы искать? Вот в новости. А на суде Божьем так и будут. Убитый и убийца стоять будут рядом. И тогда начнется суд пройти через эту реку огненную, о чем пишет пророк Даниил. Это единственное место в Библии. Надо приготовиться к этому. Я говорю, а вы где? А я вот такой-то там динаминации, конфессии. Я говорю, нет этих слов в Библии. Есть слово истина и есть ересь. Вы еретик. Где-то там приехали в тюрьму, то другое. Простой вопрос не ответите. Какой? Почему бреешься? Зачем ты хочешь быть похож на женщину? Это делают гомосексуалисты проклятые. Они их так проклятыми златоуст называют. Потому что огонь с неба на сплав города Содом и Гоморра и окрестные города. И все это, что сжег Бог, на дно моря ушло. Мертвое море, где ни одна обложка не водится. Зачем вы это делаете? И кончился тем, что вместе помолились и стал просить все приехать сюда. Я говорю, без бороды вы не приедете. А кого? А который был, он не ожидал. Ничего особенного не было. Мы стали вместе. Мы недалеко там. Москва. Стали молиться. И он говорит, как будто совершенно другой человек. Это благодать Божия делает. Мое там ни грамма нету. И, главное, он опять затевает, что я приехать хочу. Я ответил. А дальше через разрешение, которые там у нас старшие с кем едут. Сейчас одновременно там человек 30 приезжают. Ты Богу доверишь, и как Он тебя украсит. 19-20. Откровение. Яна Богословов. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро Огнино, горящие в серую. Все, покаяния нету. Мировая история заканчивается, все часы останавливаются, и наступает поисторическая вечность. И мы взглянем каждый на свою жизнь. Вот в моей жизни переломный момент был 23 года. Я все время, по сегодняшний день, Господи, почему Ты раньше меня не призвал? Я теперь начал вспоминать, и сколько раз, моменты были, чтобы только уверовать. Ну, люди встречались верующие. Не время. Это самое большое сострадание. И когда я узнал, что православие, там пошли церковь, батюшка лежит, я женщина просил того, а Евангелие, а он его пропил. И поэтому православие у меня сразу было настороженность. Я в семинарию, в академию проехал, стал разговаривать с ними, а они ничего как будто не знают. Но одни, если у нас знают, как вот, Господи помилуй, сказать 40 раз, на один раз так вздохнуть. Он так вздохнул, и дальше говорит, помилуй, Господи помилуй, а сам приседает. И за один раз это, знаешь, какой шик считается у них. Я говорю, нет, ты должен встретиться со Христом. Ты должен уверовать. И уверование сделает тебя другим. И так же самое большое чудо для нас, что Христос сошел на землю и умер за каждого из нас, чтобы кровью свою омыть нас. Мы избраны Его и святыми названы, хотя не достойны этого. Ему слава во веки веков. Аминь. 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 Горька. П completo requirements.